Дорогие друзья, меня зовут Станислав. Я занимаюсь монетизацией стартапов, в том числе финансово-технологических. Наша карта инициатива называется Task Education. По акта главных, три кита и три черепахи, если хотите. Это знания, люди, то есть трудовые ресурсы и деньги. Мы исходили из трех основных угроз. Это связано с вытеснением автоматизации непосредственно живой рабочей силы из средних производства. Увеличение количества информации, которая необходима для выполнения тех задач, которые вам требуются на работе. Быстрое ускоревание информации, то есть то, что сегодня нужно, завтра оно уже не нужно. И ваше продолжительное образование, но вы сами понимаете в большинстве случаев. У нас получается такой разрыв. Время фактически ускоряется, образование отстает. Задачи текущие на сегодняшний момент требуют постоянного обучения и обучения в рамках работы. Потому что они постоянно меняются, меняющийся мир, особенно в бизнесе, он очень быстрый. Мы видим следующий проект развития в этой области. Пытаемся соединить этих трех хитов. Людей в виде работодателя, людей в виде людей, получающих непосредственно какие-то задачи. Работодателям нужен любой из вас в современно меняющейся мире. Это все ложится прекрасно на peer-to-peer отношения, которые расширяются и развиваются. И те, кто, собственно, получает эти знания, а также те, кто готов это финансировать. Все это фактически на одном уровне. Мы создаем систему, в рамках которой у нас человек делает заявку какую-то, заявку на задачу. Под эту задачу появляются компетенции нужные, необходимые только для этой задачи. То есть этого не нужно учиться 5 лет и знать, что нужно только для этой компетенции в рамках этой задачи. Система ее обрабатывает, люди видят. Если они есть в системе такие, они предлагают свою услугу работодателю. Ведется статистика, ведется, собственно, статистика запросов в лобе стороны. И те, кто ищут работу, могут понимать, что вот я вижу, что такие компетенции требуются. Для меня формируется определенный портрет мой собственный. И, соответственно, я могу подготовиться, найти людей, которые, например, меня профинансируют целевым образом, непосредственно. И тех, кто меня научит, тех профессионалов, которые будут работать непосредственно со мной. В том случае, если таких нет, работодатель может сам оплатить. Или каким-то краудфандинговым способом мы соберем деньги на образование человека, а потом он отчитается. Соответственно, ведется рейтинг как с работодателями, так и всем остальным участникам, которые здесь живут. Таким образом, мы эти трех кислов объединяем, ускоряем обучаемость, зауживаем его непосредственно под существующую задачу. Для этого у нас образуются определенные форматы. То есть это форматы профессионалов. Мы получаем, собственно, систему финансирования, которая наверняка будет рекомендироваться какими-то законодательными нормами. В том числе и закон, она понадобится нормированию, которое будет необходимо для того, чтобы защищать права как работодателя, так и... Я все закругляюсь, да. Ну и было предложение о том, чтобы ограничить непосредственно приемное занятие рабочих мест в некоторых случаях, в основном в органичных структурах, системой реавтоматизации. На этом все. Задавайте ваши вопросы. Какое базовое образование? То есть у вас человек не сможет обучаться, не имея базового образования? А кто его отменяет? В рамках этой штуки оно не отменяется. Мы даем систему, которая позволяет свести задачу с необходимыми навыками. Вот у вас есть базовое образование, но у вас сейчас на рынке востряпаны не ваши навыки. Для того, чтобы получить, вам нужно базовое образование. Вы читать, писать должны, правильно? Это же прекрасно, если вы это умеете. А в том случае, если это не происходит, то мы можем расширить эту систему до уровня помощи, например, тем регионам, где у нас, в принципе, архаичные культуры, те же самые палестинские беженцы, например. И постараться целевым способом создать данную структуру и получить отчетность по этой ситуации, которая сейчас не происходит. Возьи забивать, а в другое дело... А? Возьи забивать, а в другое дело лучше человеку. А надо обрабатывать программное обеспечение. Для этого требуется базовое образование. У палестинского беженца и умер. Что требуется? Базис. Я предлагаю продискутировать и понять друг друга, скорее найти общее поле понятия где-нибудь в другом месте, потому что это... Еще был этот вопрос... Да, 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 да. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. У меня вопрос. А чем это отличается, если я просто может быть не заметил, от того, как сейчас работает хороший корпоративный университет, например, Сбербанк? Он по-моему другому. Газпром нефть там выделить, что хотите. Он является приватным. Он имеет свою инфраструктуру. Мы говорим о системе одноразговой. В которой задействовано максимальное количество людей. И тогда, когда я не могу прийти, например, в Сбербанк... Я услышал ответ. То есть она выходит за пределы корпорации. Да. Все, вопросов больше нет. Следующая инфраструктура.